Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре с вами Аймен Виктор. Аймен Виктор. И это тот самый телефон, который заставит вас страдать. Что ж, давайте сразу начнем с коробки. Коробка начинается с того, что Виктор хочет с вами познакомиться. После того, как я увидел, что этот телефон зовут Виктор, я подумал, что это Виктор Франкенштейн от Монстра Франкенштейна. Короче говоря, что они как-то взаимосвязаны. В общем, коробка это просто плотнейший картон, который создает ощущение, что он выполнен из дерева. Заднюю часть у нас занимает огромное пространство сертификаций, серийных номеров и спецификаций. То есть видим, что у нас здесь 13 мегапикселей, 5 дюймов Full HD, 4800 батарейка, 12 вольт 1,5 ампера, там 1,25 ампера, быстрая зарядка. Восьмиядерный Helio P10 у нас здесь установлен, 67,55. 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта свой накопитель, возможность расширения microSD карточкой, кстати, до 128 гигабайт на минуточку. Android шестерка и вот это вот внизу все, от чего защищен смартфон. Он защищен от пуль, он защищен от метеоритного дождя, он защищен от конца света. Я думаю, что даже если на нашу землю будет приближаться метеорит, то этим телефоном вы от него сможете отбиться. Что ж, шуточки шуточками, но этот телефон реально заставил меня подумать о жизни. Что ж, смотрите, изначально телефон подается вот здесь, вот так вот, лежит в бархате, вытягивается вот так. Что дальше? Дальше я вот эту штуку начал теребить, думал, что под ней находятся внутренности типа кабеля и тому подобное. Она реально из бархата выполнена, народ, она вот реально, смотрите, это бархат. Вот, смартфон уже подается как лакшери китайский дизайн, но я обнаружил снизу надгробие еще одну замечательную штуку. Вот это вот, вот так вот вытягивается. У меня просто нет других слов, что вот это вот, вот так вот, смотрите, поднимаем. Здесь у нас полный фарш. Здесь тоже все в бархате, здесь тоже все под тканью лежит. Здесь у вас располагаются инструкции, здесь у вас располагаются различные бумажки, которые выполнены вот в таком вот буклете. И лучше прочитайте их, лучше, да, прочитайте, иначе Виктор будет недоволен. Сама бумажка тоже на ощупь выполнена как будто бы из бархата, я не знаю, что. Смотрите, ну, красота, да? Едем по комплекту. Это гарнитура, наушники, капельки, не знаю, кто ими будет пользоваться. По поводу кабеля, по поводу кабеля сразу, смотрите, очень длинный microUSB. Ни один из существующих microUSB, который у меня есть, к этому смартфону не подошел. Они тупо не дотягиваются до порта, потому что порт здесь утоплен внизу. Так что, вот такая вот зарядка, черный блок питания, совершенно черный, одинокий, страшный. Он хочет вас унижать полностью. И, что было для меня изначально интересно, это отвертка. Отвертка со сменными битами. То есть, тут внутри еще лежит крестовая, и вы можете ей пользоваться. Для чего она? Я сначала как бы не понял. Думаю, ну ладно, у смартфона выдвижной, наверное, лоток. А нет, смотрите. Смотрите, вот так выглядит задник. Вот эти два винта снимаем, поддеваем вот эту крышку, и получаем доступ для установки двух сим-карточек формата micro и microSD карточки. То есть, вот так вот это мощно выглядит. И, собственно говоря, давайте ее закрутим обратно и вернемся к внешнему виду. Потому что я не хочу, чтобы Виктор расстраивался. То есть, вот так вот выглядит процесс, процедура снятия, процедура вставления сим-карточек и прочего. Что ж, давайте начнем с внешнего вида. Реально, этот смартфон просто огромен. Этот смартфон нереально огромен. Вот мой Galaxy Note 7, с которым я люблю все сравнивать. Казалось бы, Note просто кажется пушинкой на фоне Виктора, потому что Виктор реально хочет, чтобы ты страдал. Смотрите. Самое интересное, здесь все располагается сзади. Здесь у нас 13-мегапиксельная камера. В принципе, неплохая камера, делает хорошие снимки. На ней установлена стеклышко с инфракрасной защитой. Сдвоенная светодиодная вспышка. Она утоплена очень глубоко. Я не знаю, зачем это сделали. Сканер отпечатка пальцев. Сканер отпечатка пальцев реально выглядит классно. И вот эта вот вся задняя панель, она выглядит, ну, просто вау. Я увидел, я потерял все слова. Работает очень быстро и располагается там, где нужно. То есть, просто вы берете смартфон в руки, и вы можете спокойно совершенно его разблокировать. Вот это все, это якобы, я не знаю, как это назвать. Это, скорее всего, какая-то резина, выполненная под кожу. Это толстый слой достаточно-таки, потому что это резинопластик какой-то, смартфон противоударный, водозащитный, какой-то там ножезащитный. Здесь у нас динамик громкоговорителя располагается. Я сначала подумал, что вот эти две штуки, это динамики, но это все стилизационные вставки. Выглядят они, согласитесь, просто потрясающе. Здесь вот это все винты, то есть, вы можете самостоятельно полностью разобрать смартфон, хотя не знаю зачем. 3,5-миллиметровый порт для подключения гарнитуры наушников выглядит ужасно, да, согласитесь. В передней части тоже у нас везде винты просачиваются. И на нижней части, вот о чем я говорил, microUSB. То есть, он утоплен настолько глубоко внутрь, что обыкновенный microUSB к нему просто не подлез. Правая грань выглядит так. Кнопка включения блокировки, сдвоенная качель регулировки громкости. Вот это все, это, конечно же, металл. Это все металл серебристого цвета, металлического оттенка. Ничего здесь не блестит, это выполнено классно. И здесь у нас кнопка push-to-talk и SOS. Push-to-talk, многие вспомнят, кнопка PTT, RTT. Это во времена Nokia была очень популярная тема, когда телефоны использовались фактически как рации. То есть, ты нажмите, чтобы говорить, как она переводится. Нажал, произнес, твоя фраза улетела по приложению куда-нибудь. Едем дальше. В принципе, по внешнему виду все. Здесь наверху у нас, собственно говоря, фронтальная камера, сеточка разговорного динамика и здесь микрофончик так вот притаился. Как видите, рамки просто огромные. О размере рамках здесь совершенно никто не задумывался. Это 5 дюймов, это Full HD, это добротная такая матрица. Она яркая, на солнце она не выцветает. В принципе, сейчас вот вы видите достаточно-таки такое изображение. И грубый стиль Виктора. Вот это вот все, оно перерисовано абсолютно. То есть, вот такой вот у нас Android шестерочка практически полностью перерисована. Здесь очень много функций вшито. Давайте пробежимся. То есть, беспроводные обновления, конечно же, присутствуют. Как бы еще так сделать, чтобы вам видно было. Беспроводные обновления, конечно же, присутствуют. Что-то уже даже прилетало. На нижней части у нас располагаются кнопки. Но кнопки, они такие, знаете, у них есть подсветка, но их еле видно. То есть, ночью их видно. Это кнопка назад, кнопка домой и кнопка многозадачности меню. То есть, я даже не знаю, как их показать. Вот реально у них такая тусклая подсветочка. Здесь мы можем сразу выбрать тему. Но Виктор не хочет, чтобы мы выбирали тему. Давайте поедем дальше по настройкам. Собственно говоря, системное движение. То есть, вы можете тремя пальцами там перелистывать и задавать жесты. Это, в принципе, уже везде есть. Но на уровне системы это хорошо, когда интегрируют. Кнопка SOS. То есть, вы можете нажать, какой контакт будет вызваниваться, какое сообщение будет отправляться. Конечно же, русский язык есть. Google сервисы есть. Светодиодный индикатор есть. Это очень хорошо. Светодиодный индикатор многоцветный. Здесь где-то располагается. И он совершенно не напрягающий. Что не может не радовать. То есть, аппарат у нас на 32 гигабайта. После первой загрузки доступно 24,5 гигабайта. Есть режим работы в перчатках. То есть, он усиливает, так сказать, тач. И я на самом деле удивлен. Ведь раньше эту функцию вставлял Samsung очень активно. Но последние смартфоны, они почему-то ее выпилили. А функция была реально полезна. Рабочий стол у нас представлен, как обычно, Xiaomi, Meizu, iPhone-оподобным лаунчером. Который по необходимости создает рабочие столы. И в принципе, иконки здесь перерисованы. Но все остальное, андроидовское, оно достаточно-таки стандартное. По поводу камеры могу сказать, что камера здесь вполне себе годная. То есть, представьте себе, обе камеры вполне себе годные. Но опять-таки, хорошее освещение – хорошие снимки. Плохое освещение – снимки какашка. Ничего с этим поделать нельзя. Камеры iMan Victor. Вроде бы с виду на экране все выглядит очень даже неплохо. Наличие автофокуса. Фокус только, видимо, по тапу. Но работает неплохо. Стандартные видеокамеры на iMan Victor. На дисплейчике почти ничего не вижу, поскольку он выцветает. Это сегодня очень солнечная погода. Но решать, конечно же, только вам. Музыкальный плеер, файловый менеджер – все, в принципе, стандартное андроидовское. Что ж, давайте посмотрим. Есть еще FM-радио. Конечно же, у нас есть компас. Работает очень даже быстро. В смартфоне присутствует барометр, гироскоп и полный набор датчиков. Потому что, реально, Victor – это такое чудовище для выживания. Есть программа The Low. То есть, это та самая программа, которая будет отвечать вам за push-to-talk. То есть, вы будете нажимать, говорить, отпускать. И, на самом деле, это спорная функция. Но, например, если вы таксист, если вы где-нибудь там настройки такими смартфонами пользуетесь, или где-нибудь еще, то функция определенно имеет место быть. Так же, как и отдельная кнопка для реализации данной функции. Вы же не будете нажимать на громкость вниз, чтобы говорить. Или, если у вас есть две дополнительные механические кнопки, фактически. Давайте начнем с того, что я покажу, сколько проработал смартфон от одной батарейки. Здесь у нас есть также скриншоты, как он ловит спутники. То есть, спутники он ловит в полном даже порядке. Все более, чем здесь хорошо. Конечно же, здесь полный уже фарш. Там, Glonass, Beidou. Ну, это сенсоры всякие различные. Это кто-то тестировал. Да, меня. В смартфоне установлена батарея на 4800 мАч. Но при такой оптимизации эта батарея выдает производительность на уровне 6000. 6500 мАч. То есть, смотрите. 11 часов автономной работы. Просто нонсенс какой-то. Такая оптимизация очень хорошая. Несмотря на то, что батарея не имеет емкости 6000, а всего лишь 4800, мы имеем 6591 попугайчик по мнению Geekbench и 10 часов 59 минут 10 секунд смешанного режима автономности. То есть, это просто отличные результаты. И смартфон я не могу назвать сильно убогим, сильно огромным кирпичным. Например, дуги, тот же T5 Pro, он был намного больше и в руке лежал менее удобно, чем вот это чудовище. Видим ALPS Victor. 1.95 ГГц. Mali-T860. И доступно 2.79 из 3 ГБ оперативки. Давайте запустим. Заставить Виктора нагреться у меня так и не получилось. Я запускал бенчмарки, я запускал игры, я ходил с ним, фотографировал в солнечную яркую погоду. Виктор не нагрелся. То есть, Виктор холодный, как сердце твоей бывшей. Итак, Geekbench выдает нам 840 попугайчиков и 3272 по многоядерности. В принципе, эти результаты более чем достойные и стандартные для Helio P10. Что ж, следом, конечно же, мы перейдем в Antutu. Посмотрим по датчикам, посмотрим по прочей информации. Может быть, я что-то упустил. Итак, 64 бита, Android 6.0, Full HD, 13 Мп. Куча своей памяти. 64 бита, 8 ядер. Mali-T860, 480 DPI. То есть, на 5 дюймов Full HD ставить это очень даже неплохо. И, собственно, датчики. MTK-акселерометр, MTK-гироскоп, MTK-лайт, магнитометр, ориентейшн, прежур. И, короче говоря, здесь полный фарф фактически реально. Что ж, давайте запустим. Вот он просит какие-то разрешения. Permissions. Раз, два, три, четыре. Окей, разрешаем. Разрешаем. Теперь тест. И посмотрим, насколько Виктор нагнет 3D-графику и насколько Виктор будет уничтожать Antutu. Послушаем также звучок. Вот максимальная громкость. Смартфон очень громкий. Вот, реально очень громкий. С качеством звука... Так, я нажал кнопку... SOS. Я нажал кнопку SOS и Antutu у нас вылетела. Смартфон очень громкий. Реально. Ну, просто он очень громкий. И звук здесь намного лучше, чем у предыдущего Ligoo. Но, конечно, его нельзя тоже назвать идеально. На средней громкости более чем достойно. Ну, и, в принципе, по 3D-графике вы видите все точно так же, как и у всех остальных смартфонов на MTK. И у всех остальных производителей, которые не заплатили деньги Antutu. То есть, вот так вот у нас смартфон тянет графику. Туго, напряжно, но он абсолютно не греется. То есть, реально он холодный. Просто холоднючий. Что ж, пусть завершит тесты и посмотрим на цифры, которые Виктор нам захочет сообщить. Ну, и Antutu по завершению выдает нам 50804 попугайчика. Наибольшее число из этого достаются UX и процессору. То есть, вот такие вот циферки вы можете наблюдать. Более чем достойно. Ну, и, конечно же, давайте напоследок запустим 3DMark, который покажет нам наиболее правдоподобную 3D-графику. Которую может данный смартфон переварить. Конечно же, это мой любимый тест Ice Storm Unlimited. Ну, и в завершение тестирования 3DMark выдает нам почти 11 тысяч попугайчиков. Вполне себе достойный результат для смартфона среднебюджетной ценовой политики. В принципе, вот он абсолютно холодный. То есть, он реально, блин, леденючий. Как будто бы он вообще не греется, а злобу тепла он превращает в энергию для своего поглощения. В общем, давайте запустим, конечно же, Run Sec Boy и запустим Real Racing. Так сказать, в окончании тестирования поговорим о данном смартфончике уже в итоге. Итак, звук. Вот он звук. Очень громкий, нереально жуткий громкий звук. На среднем уровне вполне себе достойный. Ну, как вы видите, графика у нас на максимальных настройках, потому что падают всякие листочки, есть всякие тени, лучики света. Но, то есть, ну вот как бы, динамик в принципе рукой даже не закрывается. То есть, претензий у меня к нему нет. И смартфон держать достаточно-таки удобно, хоть вот так вот можно его держать и тыкать тут что-нибудь. То есть, такие вот дела. И опять-таки, смотрите, как бы казалось бы, все везде стилизация есть, но огромная вот эта вот кнопка страшнючая. Могли бы, конечно, получше нарисовать. Оперативы дофигища. Оператива позволяет, конечно же, у нас приложение не выгружать фактически. Что ж, очистим память и запустим Real Racing. Я думаю, Real Racing тоже, в принципе, без проблем потянет. Вот в данном телефоне, что бы лично я сделал? Я бы повысил производительность еще больше путем установки дисплея 720p. Но я считаю, что просто при таких вот габаритах смартфона, при таком небольшом экранчике на 5 дюймов 720p, это просто за глаза. Как считаете вы, напишите в описании, напишите в комментариях. Что ж, звук я не буду здесь уже даже прибавлять. Ну, в меню, естественно, тормозит на всех смартфонах, кроме Apple, опять-таки, я повторюсь. И давайте запустим гонку. То есть, в принципе, что мы можем наблюдать? Графика максимальная, присутствует отражение, присутствует пыль из-под колес и... Ну, в принципе, как бы игра идет. Фреймрейт более чем достойный, ничего не подвисает, ничего не подтормаживает. Ну, и самое приятное, то, что ты можешь смартфон держать совершенно, не убирая там никуда пальцы, не боясь за то, что он тебя обожгет. Ну, вот звук, конечно, звук подкачал, звук могли бы сделать лучше. В принципе, вот как бы и все, все тянет и... Тепленький, тепленький, чуваки, он тепленький. Смартфон реально прикольный. Свежий Android, интересный взгляд на дизайн, как бы интересная реализация, хорошая производительность, перерисованные иконочки. Как бы Android полуголый, я более чем уверен, что вот эту вот тему ее можно как-нибудь где-нибудь докачать там. То есть, с этим вообще проблем не будет. Но вы получаете и компас, вы получаете бетонобойку, вы получаете две дополнительные механические клавиши, которые вы можете переназначить. В принципе, в принципе, годную камеру, которая, ну, при солнце делает неплохие снимки. Сканер отпечатка пальцев и вот защиту, что вы просто можете этим телефоном вот убивать. Просто его взять и убивать идти, уничтожать людей, потому что Виктор не прощает ошибок. И, в общем-то, все. Как бы я по этому смартфону ничего не могу сказать плохого. За то время, что я им попользовался, то есть, это пара-тройка дней, ни одного зависания, ни одного тормоза, ни одного требования его зарядить. То есть, вот 83% батарейка. Я его зарядил когда еще? Позавчера, наверное. И, ну, как бы реально, на ощупь он классный. Смотрите, он не маркий. Отпечатки на нем абсолютно не остаются. Вот это вот стилизация под карбон. То есть, это пластик, какой-то пластиковый металл. Здесь вот металл. Здесь вот железо просто вот что-то сразу запустилось. Не знаю зачем. И здесь тоже у нас негалимый пластик. Здесь у нас Gorilla Glass какая-то стоит. В общем, что? Смартфон годный. Из минусов. Из минусов только откровенно слабый звук. Ну, посредственная камера. Допилили бы драйвера, была бы хорошая камера. И огроменные рамки. Но огроменные рамки можно даже к минусам не относить. Потому что реально смартфон сам по себе огромный. В остальном, Full HD, 3 гига оператива, 8 ядер, сканер, 6-й Android, то-то обновление. Ну, нет Type-C, да? Зато есть светодиодный индикатор. В принципе, что вы думаете по данному смартфону? Напишите ваше мнение в комментариях. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Не забывайте подписываться на второй канал. Смартфону я реально вот ставлю какой-то пятерик. Такой пятерик с минусом. Ну, или твердый 4++, потому что классный телефон. Вот реально, телефон цепляет. Внутренняя компоновка, вот это вот все, огромный аккумулятор. Автономность просто потрясающая. То есть, если вы рыбак, если вы охотник, если вы какой-то там, не знаю, геолог, геодезист, который разведку земли делает где-нибудь, это то, что вам надо. Вот реально, я прям такой думаю, сеструхе, что ли, своей предложить. Потому что она телефоны бьет один за другим. Водонепроницаемость, мощность, уничтожение и нагибание. То есть, телефон заставит тебя страдать. Это реально, я думаю, слоган Виктора можно. I'm an Victor. Телефон, который заставит тебя плакать, как маленькую школьницу. На этом все. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, вступать в группу ВКонтакте. Не забываем про второй канал. Всем удачи, всем пока. С вами был Александр Мордынский. Субтитры сделал DimaTorzok